В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Зал Сущепотева. Здравствуйте! Обстановка с пожарами в Башкортостане остается напряженной. Ежедневно фиксируется более 20 возгораний. В нашем районе с начала года произошло более 90 пожаров. 21 декабря в 12 часов 46 минут в диспетчерскую службу пожарной части номер 109 поступило сообщение о том, что горит жилой дом. Пожар в многоквартирном доме на улице Лермонтово застал его жителей врасплох. Несмотря на то, что он был быстро локализован, огонь оставил лишь голые стены. Спасти личные вещи не удалось. Крыши над головой лишились сразу две семьи. По прибытию к месту пожара было обнаружено, что горит одна из квартир трехквартирного дома и крыша на всей площади. Силами прибывших пожарных пожар был локализован, ликвидирован. В результате пожара кровля сгорела, имущество в двух квартирах не горело, выгорела одна из квартир. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации отопительной печи. На месте пожара было выявлено, что хозяин одного из квартир получил ожоги в легкой степени. Вообще обстановка в районе на сегодняшний день довольно тревожная. Произошло с начала года 91 пожар против 97. Правда, есть некоторые снижения. Но расслабляться не стоит. Мы предупреждаем, говорим жителям нашего города и района о том, чтобы были бдительны и осторожны. Не нарушали правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации теплонагревательных приборов. Огонь полностью уничтожил все имущество семьи Мавлеевых. Как признается хозяйка квартиры, все случилось так быстро, что времени вынести вещи и документы из огня не было. Буквально за несколько минут дом практически полностью был объят пламенем. У нас отопление печное вышло из печки. Сидели дома с мужем. Там слышно, что-то там горит. Дверь открыли, основная дверь. И вспыхнула огонь, и сразу зал. Ничего с собой не смогли забрать. Восиком спрыгнули с окна. Вот так без ничего остались. Дом уже в 88-го года прожили вот так. И без работы еще. По сокращению я тоже по сокращению. Не работаем оба. Комнату выделили общежитие. Туда хотим. Пока переселиться. Потом, не знаю. Рады, что живы, здоровы. Муж в тяжелом состоянии. Он на инсулине в больнице. Ему очень тяжело. Люди постепенно разбирают то, что осталось от когда-то уютного дома. Что стало причиной возгорания, покажет следствие. Специалисты в очередной раз призывают соблюдать правила пожарной безопасности и оставаться на чеку. Гуляра Ситтикова, Нил Сафин, служба новостей и наульского телевидения. К счастью, у самих жильцов при пожаре никто не погиб, но личные вещи и документы сгорели. Сейчас пострадавшие семьи нуждаются в нашей с вами помощи. Центр «Семья» организовал сбор одежды, средств личной гигиены, посуды и мебели для погорельцев. Специалисты службы семьи осуществили выезд, провели беседу с жителями данных квартир, частично оказали помощь вещами, так как одна семья у нас с маленькими детьми 10 и 6 лет. В результате данного выезда сегодня было проведено внеочередное заседание Координационного совета по семейной политике при администрации муниципального района. По результатам данного заседания у нас погорельцам оказана помощь материальная, затем будет оказана помощь в восстановлении необходимых документов, также при необходимости предоставление жилых помещений для временного проживания. Также эти семьи мы признали в трудной жизненной ситуации и поставили на учет при Координационном совете. Далее также по мере восстановления необходимых документов будет оказана социальная права и помощь в оформлении материальной помощи через филиал Республиканского центра социальной поддержки в городе Нефтекамск. Там они получат материальную помощь по 10 тысяч рублей на каждого прописанного. Также у нас вчера уже был объявлен сбор всех необходимых вещей, это белья постельного, одежды, посуды, мебели для двух семей пострадавших. Как я уже сказала, в одной семье есть малолетние дети 10, 10 и 6 лет. В информации о сборе указаны все необходимые размеры одежды, обуви. Также закреплен счет, информация о благотворительном счете, куда все неравнодушные граждане могут перечислять денежные средства, то есть материальную помощь с уточнением платежа для погорельцев. И для уточнения любой информации по предоставлению натуральной помощи или материальной помощи вы можете обращаться по номеру телефона 52211 в службу семьи. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в республике превысило 17 тысяч человек. По состоянию на 21 декабря их количество составляет 17 419 человек. За сутки подтвердили 159 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Башкортостан Максим Забелин на еженедельном оперативном совещании. Его провел глава Башкортостана Радий Хабиров. Всего выздоровели 13 712 человек, из них 4 за минувшие сутки. Врачи провели свыше 1 миллиона 900 тысяч тестов на COVID-19. 25 республиканских лабораторий ежедневно выполняют более 11 тысяч исследований. В медицинских учреждениях Башкортостана подготовили и оборудовали 6 405 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 25,5%. В минувшую субботу, 19 декабря, в Стерлитамаке открыли новый инфекционный центр. С 1 ноября по 21 декабря пациентам, получающим лечение от коронавируса на дому, бесплатно выдали 12 тысяч комплектов препаратов. В Башкортостане продолжается вакцинация против гриппа. Прививки уже сделали 57,8% жителей республики. Ради Хабиров подчеркнул, что в соответствии с поручением президента России, этот показатель необходимо довести до 60%. 7 декабря в Башкортостане стартовала вакцинация против коронавируса. Республика получила три масштабные партии вакцины общим объемом 4 300 доз. До конца года ожидается поставка еще одной партии объемом 1200 доз. С 2019 года в Башкортостане идет формирование сети полилингвальных многопрофильных общеобразовательных организаций. В Уфе и Стерлитамаке уже открыли три школы, где обучаются около 4 тысяч детей. До 2024 года откроют в свои двери еще 12 полилингвальных учебных заведений. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. В 2021 году полилингвальные школы откроются в Нефтекамске, Хайбуллинском и Баймакском районах, а до 2024 года в Обзелиловском, Салаватском, Белорецком и Глинском районах, а также в Учелахе, Шимбай, Туймазах, Дюртюлях и Сибае. В 11 школах предусмотрели интернаты, что позволит учиться в них детям со всех районов и городов Республики, а также других регионов России. Это будут самые современные образовательные организации, хорошо оснащенные в материально-техническом плане со всем необходимым учебным оборудованием. Проверка подъездов, отремонтированных в 2019 году по республиканской программе, выявила замечание в 71 многоквартирном доме в 8 муниципалитетах региона. Об этом рассказал вице-премьер, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Борис Беляев. В списке претензий от слоения краски и штукатурки, трещины на стенах и потолках, следы подтеков и неправильная укладка линий связи. Зафиксировали и факты вандализма. Начальник главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов доложил, что на ежедневное дежурство с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заступит порядка 2150 человек и 850 единиц техники. Уже работают более 800 профилактических групп, в которые, кроме сотрудников МЧС, входят представители органов местного самоуправления МВД социальной защиты. В этот день в администрации Янаульского района подвели итоги конкурса «Трезвое село-2020». По итогам конкурса шесть населенных пунктов были отмечены дипломами администрации района и денежными премиями. На республиканском этапе конкурса «Трезвое село-2020» наш район представит село Орловка Орловского сельсовета. Благодарственные письма за оказанную благотворительную помощь на поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вручили коллективам финансового управления администрации района и Наульского лицея, Межпоселенческого культурно-досугового центра, Центральной библиотеки, коллективам трех сельских школ – Сусады и Балак, Карманово и Ямады. С середины декабря в рамках программы поддержки местных инициатив 2021 года началось проведение итоговых собраний граждан. До января следующего года жители каждого сельского поселения Янаульского района обсудят, на что пойдут средства – обустройство территории, ремонт социально значимых объектов и дорог или приобретение техники. 19 декабря итоговые собрания прошли в Савдебашском и Иткенеевском сельских советах. Жители села Савдебаш активно участвовали в обсуждении проекта благоустройства территории родника. Вопрос для сельчан актуальный – родник давно требует ремонта. Перед жителями выступил глава администрации сельского поселения Айрат Шакиров. Он озвучил вопросы, представленные на рассмотрении. Среди них – согласие на участие в программе «Выбор инициативной группы» «Определение суммы вклада жителей на реализацию проекта». По итогам обсуждения и голосования жители села единогласно выбрали проект приобретения материалов для благоустройства территории родника. В этот же день прошло очное собрание жителей деревни Шуды-Марии. Глава администрации Иткенеевского сельсовета Равид Шакуров ознакомил собравшихся с повесткой дня, а также с возможными вариантами участия в программе. Также единогласно местные жители проголосовали за проект капитального ремонта ограждения местного кладбища. Участие в собрании приняла начальник организационного отдела совета района Инзеля Ибрагимова. Она подробно рассказала об условиях участия в конкурсе и бальной системе оценки конкурсного проекта. За время участия в республиканской программе поддержки местных инициатив в нашем районе было реализовано более полусотни проектов. Немало планов и идей у сельчан и на ближайшие годы. Сегодня в деревне Шудумарима провели заключительное собрание по программе поддержки местных инициатив. Население поддержало ремонт кладбища. Население активно участвует. У нас и предварительное собрание. 50% населения участвовало. И сегодня население сами изъявили желание собрать по 1000 рублей с каждого двора, что необходимо у нас по баллам. И решили отремонтировать кладбищу деревни Шудумари. Профилактические рейды ГИБДД прошли в нашем районе в минувшие выходные. Массовые проверки были направлены на предупреждение аварийных ситуаций и укрепление дисциплины на дорогах. В ходе рейда были составлены 90 административных протоколов. Одного водителя задержали в состоянии алкогольного обвинения. 22 водителя пренебрегли ремнями безопасности. Двое нарушили правила движения через железнодорожные пути. Еще двое нарушили требования правил дорожного движения. Шесть автомобилистов пренебрегли ремнями безопасности. Двое водителей наказан за несвоевременную оплату штрафов. Госавтоинспекция Республики призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. Отделение ГИБДД просит вас отнестись с пониманием. У нас на территории проходят профилактические рейдовые мероприятия по недопущению дорожного транспорта происшествий с тяжкими последствиями, выявлением грубых нарушений ПДД. Просим вас отнестись с пониманием. Также обращаем внимание, изменились дорожные и метеорологические условия дороги. Мы просим вас, чтобы вы соблюдали безопасность скорости движения, дистанцию перед движущим транспортным средством, а пешеходам быть также внимательны. Берегите себя и своих близких. Районная детская библиотека готовится к наступлению Нового года и радует своих юных читателей яркими и увлекательными событиями. Что интересного подготовили для своих гостей-библиотекарей далее в нашем эфире. Сотрудники детской модельной библиотеки активно готовятся к встрече Нового года. Все помещения украшены умелыми руками библиотекарей. Декорации выполнены из подручных материалов. Первое, что привлекает внимание детей и взрослых, это оригинальная елочка, выполненная из книг-многотомников. Также для гостей библиотеки оформлена красочная фотозона с оленями, где каждый может сделать праздничную фотографию на память. Каждый год в декабре наша библиотека уже дышит новогодним настроением. И в этом году для всех своих читателей подготовили много интересного. Оформили книжную выставку «Новогодний библиомикс», где были представлены самые интересные книжки. Установили также мы для своих читателей доску пожеланий, где можно оставить свои пожелания на следующий год на листочке и прикрепить их на доску. В библиотеке также оформлена книжная выставка «Сюрприз» «Прочитай то, не зная что». Основной сутью выставки является то, что читатель берет себе книгу, не зная ее название и содержание. Акция «Книга-сюрприз» проходит второй год подряд. Дети с удовольствием вместе с родителями выбирают книгу и, прочитав ее, возвращаются вновь. Сегодня мы с друзьями посетили библиотеку, побывали на фотозоне, поучаствовали в выставке с сюрпризом. И мы выбирали цифры, и там нам попадалась книга. Было очень интересно и увлекательно. Нам понравилось. В новогодние каникулы библиотекари планируют провести ряд мероприятий ко дню детского кино. 1 января будут проходить увлекательные подвижные игры возле елки, где каждый сможет вдоволь наиграться и согреться в морозный денек. Предстоящий 2021 год – год белого металлического быка. Что же надеть в Новый год, чтобы понравиться этому сильному животному? Дизайнеры и астрологи советуют позаботиться о своем наряде заранее. Самый первый вопрос – какой же выбрать цвет? Главный совет – избегать излишевств. Приоритете – элегантная сдержанность. Безупречный облик и восхищенный взгляд мужчин вам обеспечены. В преддверии Нового года магазин «Фея» радует жительниц Инаула и гостей района и объявляет распродажу. Модные и актуальные модели на любой размер и вкус – труящиеся макси или озорное мини, строгие офисные платья, удобные брючные костюмы, уютные кардиганы и многое другое. Здесь помогут подобрать идеальный наряд для того, чтобы вы могли встретить этот Новый год во всеоружии. И все это по доступным ценам. Закончить праздничный образ поможет качественная бижутерия. Бусы, броши, серьги и многое другое добавят изюминку и позволят выглядеть безупречно. Не забываем и о волшебных скидках – до 50%. Магазин «Фея» словно волшебница из сказки исполнит ваше желание. Ждем вас по адресу Ленина, дом 10, с 9 утра до 19 часов вечера каждый день. Добро пожаловать! И это, пожалуй, все новости к этому часу. Берегите себя, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8-13, при прояснениях до минус 18, днем минус 4-9 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok В этом новом году будет в два раза больше подарков. Выбирай два украшения, плати за одно. В любом салоне ювелирцентр. Не пропустите! Только три дня, 28, 29 и 30 декабря. Оформи займ от 7 тысяч рублей и получи 500 рублей в подарок. Ждем вас по адресу улицы Кудайбертина, дом 3, напротив магазина у Галины. Информация по телефону 8-987-033-2218. Денежные займы предоставляются у НКК, целые деньги будут. Уграем 114-290-7400-37. Зарегистрировано в реестре МФО. 651-403-111-05-137. От 20 мая 2014 года. Заходи в Формленд! Тут круто! Скидка длится трое суток! Не пропустите новогодний марафон скидок в аптеках Формленд! Только 25, 26 и 27 декабря. Во всех аптеках Формленд Скидка 21% на нелекарственный ассортимент. С Новым годом поздравляем всех пришельцев в этот зал. Начинаем на покутник и на вал. Не морожь, не морожь. Мама ее куменет. А пока не качи, мама ее кладила. Закружился коровод. И все песни звонка. Это значит Новый год. Это значит елка. Ваш ребенок уже подготовил песню или стихотворение для Деда Мороза? Елочка поздравлений! Акция, которая поможет вашему ребенку попасть в эфир Янаульского телевидения. Ждем вас по адресу Город Янаул, улица Советская, 21. Поздравление вашего ребенка будет звучать в эфире с 15 декабря по 10 января. Также в наших соцсетях Инстаграм, Фейсбук, Ютуб, ВКонтакте. Звоните 504-02. Коронавирус создает большую нагрузку на иммунитет пожилых людей. Поэтому все, кто старше 60 лет, находятся в группе особого риска. Чтобы сохранить здоровье, соблюдайте несколько простых правил. Реже посещайте общественные места. Меньше пользуйтесь городским транспортом. Надевайте маску и перчатки в транспорте, магазинах, банке или МФЦ. Если нужно оплатить коммунальные услуги, купить продукты или лекарства, попросите о помощи близких или вызовите социальных работников. Часто мойте руки с мылом, особенно после магазинов. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза. Запаситесь одноразовыми бумажными салфетками и закрывайте ими рот при кашле и чихании. Дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаетесь дома. Чувствуете недомогание? Не ходите в поликлинику. Вызовите врача на дом. Берегите себя и будьте здоровы! Неисправная электропроводка Одна из основных причин пожара Неправильная эксплуатация печей Одна из основных причин пожара Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Но для этого надо постараться. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Когда приедешь к нам, сама все поймешь. Ты готова? Нет. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знания татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402. Янаульскому телевидению требуется водитель. Справки по телефону 50402. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok